Итак, с вами Дубга, мы продолжаем играть за Кирию, теперь Республику Кирию, разница стала лидером, и начинаем мы нашу гражданскую войну. Если вы тут, кстати говоря, впервые вдруг еще не подписаны, если вам подписывайтесь, то мы же начинаем наше наступление, поехали. Ой, как я и говорил, помните, что если мы скрываем резню, а мы ее скрыли, то, или в принципе, наверное, ивенты тут не успелось ли выпасть, то мы получаем все дополнительные бауфы. Получается, с этим я угадал. Ой, мы сразу захватили зеленящий, который оказывается какой-то важный город, не уверен я, что это так, но в любом случае, действительно, мы продолжаем пушить. И я думаю, сейчас они тоже, да, все нас помонят войска, так что битва вряд ли будет простой. Но нам нужно как минимум попытаться максимум территории себе успеть занять, как минимум, я думаю, по этой реке встать, а в идеале бы на самом деле успеть встать за этой рекой чуть-чуть, чтобы потом не нужно было ее пересекать. И сообщение для всего королевства. Р1 сам обращается, в принципе, к нашему населению. И говорит она, что расцвет будет очень классным. Мы обязательно верим. И теперь надо решать. Мы идем в быструю войну, либо в медленную войну на истощение. И здесь какие-то бауфы. Здесь какая-то, не знаю, что-то другое. Здесь тоже бауфы, но здесь именно бауфы как будто на долгую войну, скажем так. Scraping the barrel. Да, то есть тут дается много всего, но как будто мы прямо выжимаем из себя все. Давайте, наверное, пойдем вот сюда. И, наверное, я бы хотел пойти, да, в военную экономику. Хотя у нас и так вроде что-то есть. И, кстати говоря, да, этот мод тоже получил отновление ширины фронта. Так что надо теперь действовать. Ширины фронта, я полагаю, 10. Именно так я и буду строить свою армию. Беремся, конечно же, советника на наступление. И на опыт нам нужно потихоньку реформироваться. Кстати говоря, мы можем вообще все еще мобилизацию сделать, но я бы не хотел прямо сейчас ее делать. Ну, давайте, да, пойдем в следующую революцию. Я думаю, мы сможем оперативника, оперативника здесь как-то подкомбекать. Вот так же ставим все советника на пехотку. Сразу у нас есть это очень хорошо, на самом деле. Война, я думаю, будет достаточно для нас нетяжелой. Здесь, конечно, не он. У нас вообще абсолютно нет технологии. У нас нет производства, считайте. Так что нам нужно будет, наверное, следующим фокусом взять все как раз-таки вот это, винтовочки. У нас такие все шаблоны, у нас нету лопат, чтобы парики какие-то штурмовать. В общем, проблемы есть. Однозначно. И наши дивидии здесь чуть не заблокировали, но нет, это я заблокировал их дивидии. Фактически, ну, я думаю, сможем. И так, как я и говорил, здесь интересные вещи, но нам нужно взять себе снаряжение. У нас очень не хватает, нам нужно выполнять нашу армию. И, смотрите-ка, атака и защита. Поехали. Наше справедливое наступление. У них тоже здесь будут бафы потихоньку работать. Но и дебафов у них огромное количество. Или нет, дивидию мы все-таки спасти не смогли, к сожалению. Ну, мы получаем все флот сопровождения. Смотрите-ка. Интересная фигура к нам подходит. Ни пони, ни зебра. Олень. Мы увидели оленя. И он дает нам флот сопровождения, в общем-то, концерн. Ну, допустим. Сейчас у нас стоит задача как-то выровнять фронт. Сейчас у нас, в общем-то, появится дополнительная пехотка. Мы сможем на этом фронте эти дивизии пополнить. Я бы даже, наверное, сделал как-то вообще вот так с этим фронтом. Вот это слишком много для нас, пожалуй. И немножко от обороны сыграться. Ой, я вижу, у нас здесь есть вроде как полезные вещи. Но давайте сначала все-таки сделаем военные заводы. Так что идем в военные заводы. Три военных завода позволят нам какое-то свое собственное производство наладить. Оно крайне нужно. И на самом деле, смотрите, они нажимают форсированную атаку. Но у нас линия фронта стабилизируется. А-а-а. Это та самая. Вот я и читал, там было написано что-то про, типа, вот эти вот наступления. И они решили взять... Господи, это же механика из чертового мира Абуза. Кстати, вот запланированное наступление. Да, это механика гребаного мира Абуза. Ну ладно, они, конечно, взяли, наверное, это еще и из Испании технически. Но, в общем-то, планирование этих вот наступлений я особенно помню в мире Абузов из модов. Можно только вот бафщик себе взять. Кстати, пока что нам как будто он выгоден. Насколько он дается? На 180 дней? Да, давайте будем захватывать снаряжение, а не производить, потому что у нас нету, собственно говоря, средств производства, к сожалению. Ой, смотрите-ка. Королева пиратов к нам была доставлена после разрушения ее флота две недели назад. Прекрасно. И смотрите-ка, она теперь служит нам. Да, она соглашается подчиниться. Теперь она служит нам. Правда, флота у нас еще нету. Ой, у нас еще есть кнопки, смотрите-ка. Поднимать население. То есть мы можем нажимать кнопки. И можем вообще мэн-пауэр чисто, знаете, поднимать. А можем вот таким вот образом можем дефицит поднимать. Прикольно. Вообще, наверное, мне это нужно, но я бы хотел все-таки как-то такую более-менее регулярную армию иметь. Что такое храбрецы? Давайте посчитаем. Они за топку и за пехотку дают атаку по укреплениям. И дают, кстати говоря, достаточно дорого. Это как две каски обычные. Против пехот на атаке дают как каска. Просто там, в принципе, это еще одна каска считается. Укрепления здесь я не вижу. Так что, наверное, мы просто сделаем вот так. Вот они наши баннеры будущие. Точнее, текущая армия, в общем-то. И, наверное, я бы на текущую армию постарался переключить все, что можно. У нас еще есть здесь авангарды, вот эти вот, которые чуть-чуть сильнее обычных дивизий. Но они плохие в укреплениях и городах. Случит, как будто это что-то около... Нет, это даже не близко к танкам. У них в болотах топ-атаки. Где-то может... Вот это просто спецвайская. Давайте будем так, не оботноситься. То есть, если сравнивать их с обычными пехотами, у них получше статы при атаке в разные спецместности. Чуть-чуть получше статы. Прорыв как раз таки атака. То есть, чуть-чуть они просто получше. Но при этом они подороже. Но не слишком. Как будто действительно ими можно пользоваться. Тут, в принципе, как две каски, условно одна. То есть, кстати, невыгодно. Я бы сказал, на нашем уровне. Вот так, тут какой-то ивентик. Chloe's Servant. В общем-то, у нас открывается новое решение. В общем-то, какие-то можно миссии отправлять. То есть, персональное протеже разница нашего. Нужно ее отправлять на какие-то, в общем-то, миссии. Ну, давайте начнем. И раз есть какие-то механики, давайте ими пользоваться. Просто я не знаю, к чему этому приведет. Но, к чему это приведет. И пока что, да, по потерям у нас все неплохо. Мы выбиваем ресурсы. Ну, просто находимся в защите по факту. Так что нас все устраивает. И да, скоро начнется наше собственное производство. И я думаю, можно было бы заказать дивизии. Уже пора. Ну, эта механика все-таки ближе, я бы сказал, действительно, обычной Испании. Ладно, я думал, это работает как в мире обуза. И ты нажимаешь, и временно у тебя проходит дебаф. Но нет. Он просто убирается полностью, как в Испании. Ладно, давайте немножко, наверное, баннеров поднимать. Нам потому что нужно затыкать как-то пробелы во фронте. Они у нас есть. И да, потом... Так у нас... Окей, можем еще поднимать. Хорошо. И там дальше будем планировать какие-то уже наступательные действия. Но пока что нужно свое производство наладить. Благо у этих ребят тоже производства совсем нет. Давайте какие-то бонусы брать от процесса капитуляции как раз-таки у нашего противника. Потому что мы побеждаем. Чуть-чуть, конечно, но побеждаем. И да, потихоньку я избавляюсь вот от этих дебафов. Хотя это занимает время. Вот, мы получаем бонусы от процесса капитуляции. А какие бонусы? Тут написано, что мы получаем бонусы. Если здесь написано, что атака анкор территории и дефенс анкор территории, то есть защита и атака на над территориях, то какие бонусы даются здесь? Нам, к сожалению, не говорят. А вот здесь вот дается именно атака и защита. Так что мы давайте идем сюда. Что нам еще делать? Поехали. И да, я поднимаю еще больше баннеров, потому что нам нужно откуда-то брать себе дополнительных людей на фронт. И я вот так вот двигаю фронт, потому что, в принципе, здесь уже хватает дивизии. Запад у меня будет чуть-чуть более уязвим, чем восток. Здесь сейчас станет получше ситуация. А также мы еще и просто хорошие дивизии так же успели сделать. Ну и давайте с этой армии тогда тоже уберем баннеры, которые слабоваты, объективно говоря. Но ставим там один. То есть у нас теперь здесь почти полностью армия состоит из хороших сил. Я так понимаю, мы начинаем пропаганду. Тут раскидывать везде, да. И получаем себе манпавер. И самое главное, от кнопочки мы требуем получать больше манпавера. Что нам, в принципе, нужно, но пока что мы не спешим, у нас еще люди есть. И да, вот этот бафчик, кстати, звучит приятно. И мы получили какой-то баф вот сюда, я вижу. Наверное, это оно и есть. Райшерс офенсив, потому что это оно и есть. Да, наверное, вот здесь 2,5% как-то вот от этого и скелятся. С разведкой, с производительностью у нас труда есть проблемы. У нас вот такой объем заводского производства. Это грустно. Да. Ой, наши, смотрите-ка, наши солдаты, я так понимаю, забирают себе зерно. Да. Они говорят, давайте вы нам все отдадите, мы потом вам предоставим. И так мы получили 7 минус потребления при пасах. Да. Именно так наша армия и становится в данный момент, судя по всему. Вот здесь какая-то кнопка хризантема headquarters. Которая нажала, которая давала нам атаку. Именно это такое в этом регионе или в принципе? Сложно сказать на самом деле. Действительно сложно. В моем случае мы потихоньку планируем все больше в регионах атаку. И в некоторых мы ее можем, я думаю, начинать. Это займет время, потому что у нас очень низкая атака. Но врага еще ниже. Мы однозначно победим в этих боях. Мы уже можем действительно атаковать. Я думаю, действительно будем просто пушить вот здесь вот до севера, до гор. Здесь мы тем более речку успели пересечь. Отрежем все эти войска. И потом продолжим додавливать здесь их. После, я думаю, куда-нибудь вот сюда, к гиацинту как-то ударим по... Ладно, здесь железных дорог особо нет. Но здесь они все снабжаются по речкам. В общем-то, как-то здесь и будем дальше их окружать. Это воинственный путь. Плюс еще бафы. И чуть-чуть лучше во время войны. Но это все такое. И да, вот сюда, кстати говоря, у нас баннеры получили, я так понял. Что-то. Арсиллерию. Да, в поддержку. Отлично. Но отлично это было бы, если бы у нас была артиллерия. Но, впрочем, когда-нибудь она у нас обязательно будет. Ну и так мы действительно можем пробиться. Ну да, это очень долго будет. Но никто не сказал, что освобождение кирии будет быстрым. Нам нужно столько времени, сколько нужно. Говорится, аух. И вы смотрите, можем вот сюда перенести столицу. После чего они получат тут дебафы. А мы получим здесь дебафы на борьбу с сопротивлением. Что-то неплохо. Нежный шторм. Теоретикам темпы исследования можно поставить. Слава богу, очень не хватает. Корушу кирия теперь у нас появляется. Еще темпы исследования. Еще себе мы получим бафы. Станет попроще. И у нас, объективно говоря, кончаются пинтовки, кончаются люди. Поэтому наступление останавливается. Контр наступление пока что, ребята, переносится. Ждем, так сказать, авиации танков из Эквестрии. К сожалению, они не могут. Мировая напряженность маловато. Ой, смотрите-ка, северный договор. Ребята там что-то очень странное делают. Скай они там продолжают. Нас мало на самом деле волнует. У нас здесь своя война. И ребята нажимают форсированную атаку и начинают наступление. Я полагаю, что это последнее наступление царства кирий, потому что цена такого наступления будет велика. И после первой вынужденной атаки они нажимают еще одну. Потеря действительно колоссальная. Но по мэн-пауэру, если что, у них все намного лучше. У них действительно хватает. У них вообще система тысячи знамен. И да, мэн-пауэра там будет более чем достаточно. Кстати, мне тоже кажется, что здесь числа устаревшие по ТНП. И новое поколение лучших кирий. Смотрите-ка. Горизонтерна это новый, точнее, это бастион нашего огня. Это дом нашего лидера. Это сердце нашей революции. И нам просто сказать, что даже если город падет, то мы все еще будем продолжать сражаться дальше. Это правда. Будем сражаться действительно за каждые пять. Движемся мы к промышленности Запада, потому что не хватает нам, честно говоря, ни экономики, ни фабрик, ничего. А так мы сейчас получим здесь вот фабрики. Ну, не сейчас, а скоро. И потом отсюда получим плюс одну сталь с фабрик. Что позволит нам не импортировать сталь из других стран. Что, в принципе, нам полностью экономику убивает. Тчайное наступление. Никто не был готов к войне, это правда. Но, что поделать. Нам нужно, нам нужно воевать. Для будущего Кирея. О, смотрите-ка. Фосгрейтер гуд. Для лучшего блага. Поехали. Леонское соглашение. Смотрите-ка. В связи с социализацией Киренов от Братской Республики на Западе. Это что, про нас? Председатель объявили. Они объединились в один альянс. Пёртовый. Чёртов фикл. Ходится нам, я думаю, немножко отступить. Хотя. Эта провинция, на самом деле, очень уязвимая. Из неё бы лучше отступить. Не дадим всем дивизиям не отступать. Нужно как-то занять более выгодные позиции, на самом деле. И, чёрт возьми, у них есть танк. Откуда у них танк? Танк. Гиппогрифия отдала им танк. Чёртовы гиппогрифы. Они нам сейчас здесь всё пропушат этим танком. И, да, будущий кири поднимается. Интересно, почему это у нас гармония дали. Ну, ладно. Мне приходится качать противопехотные вот эти вот бафы. Без нормальной научной базы, что очень дорого нам обходится по опыту. Но что поделать. Эти танки бы как-то словить и уничтожить, но пока у нас таких вариантов нет, на самом деле. Или они всё усиливают. Знаете, здесь мы бровинцы встали, так что мы не волнуемся о потере этих территорий. Но, по ощущению, нам придётся вступить за реку. И, да, я чувствую, что нам, как минимум, имеет смысл как-то вот так, наверное, сделать. Ну, слишком у нас там большие проблемы. Надо отсюда однозначно отступать. Что мы делаем? Мы делаем для царства нашего киринов. Это правда, это неплохой баф нам там дался вроде как. Так, но что поделать? У нас, к сожалению, не хватает всего. И с этим мало что реально можно сделать. Нам действительно не хватает винтовок, особенности, потому что у нас очень жёсткий дебаф. У нас ещё аграрное общество. Есть мнение, что надо всё-таки начинать гражданку чуть попозже, когда мы хотя бы от общества избавляемся. Так, улетели очень жёстко. Но фронт, кстати говоря, вроде как чуть-чуть останавливается, потому что мы отходим дальше. Чем дальше мы отходим, тем проще нам защищаться, потому что здесь плотность наших войск намного больше. Но всё ещё у них есть снаряжение, а у нас его не хватает. И да, я решаю всё-таки задать ясменник. Нам нужно крепиться здесь. Здесь, кстати говоря, у Хоризонтемы мы скоро получим укрепление. Станет нам намного-намного прям лучше. И я также решаю покинуть Лазурные Равнины. Мы, к сожалению, не в состоянии никак эти территории удерживать. По крайней мере, без угрозы. Нужно отступать. Мы... Да, нас просто перемалывают, потому что их больше. Они несут намного большие потери, но это мало значит, если у нас нечего восполнять наши. Я себе решаю вот здесь вот так переделывать оборону, потому что одну провинцию лучше дефт, чем три, хоть и через речку. И да, плотность реально становится очень большой, но чёртов танк! Если бы у них не было только этого танка, стало бы намного проще, потому что с танком... Ну, посмотрите, 100 атаки, когда здесь вот такая вот атака. То есть, ну, абсолютно небалансная получасается битва. И я ничего не могу с этим сделать. Этот танк будет уничтожать всё это время. Мы действительно ничего не можем с этим сделать. Лишь надеяться, что... Так вот, как всегда, нам надо бы получить, наверное. Что даст нам немножко пехотки. Потихоньку мы сами тоже начинаем производить, но слишком медленно. Темп слишком слабый. О, господи, у них не один танк, у них два танка. Ладно, я теперь понимаю, что произошло с моими дивизиями. Почему всё так плохо сейчас? И так, как я и сказал, мы его просто в жизни не пробьём. У него всего 7 брони. Но это на 7 больше, чем мы можем себе позволить. У нас бронебойность 0. Ну и мы, кстати говоря, берём вот этот бафчик на нашей дивизии. Опять укреплённость, я думаю, будет не лишним. И, как вы можете видеть, всё-таки стабилизируется фронт, кроме боярышника. Он немножко, конечно, опасен. А, реальность жизни абсолютно опасен. Поэтому сюда надо перебросать дополнительные силы. Ну, кстати, танка мы кое-как удерживаем, потому что у нас здесь появились вот эти ребята. Я не думаю, что здесь слишком толь техники-то 44, то есть они от софта всё-таки получают всё ещё нормально. 55% от этого. Как-то мы здесь ещё переживём, я думаю. Плюс, ну, ура, 2,5 винтовочки в день. Мы живы. Кстати говоря, что мне надо было делать сразу, это сделать свободно другую. У нас ноль ресурсов буквально. Это дает нам объём производства. Это я зря, кстати говоря, не сделал. В любом случае, что поделать? Что поделать? Делает стальсфабрик. А ещё у нас есть вот такой вот палочек, который дает 5 атаки в обмен на 5 обороны. Я думаю, это того стоит, так что берём. И произошло чудо. Логера фокуса у нас теперь пополнилась нормально дивизия. Ну и продолжает пребывать, но каждый день по фокусу там очень много на самом деле даётся. Если что, 75 каждый день в течение 365 дней, то есть в течение одного года. То есть примерно 30 тысяч, чуть-чуть поменьше. Отлично. О, если говоря, плюс сталь. Нам сталь действительно крайне нужна сейчас. Может сейчас пересчитать, у нас появится сталь, чтобы не покупать? Нет, такого чуда нету, к сожалению. Но есть чудо другое. Фронт остановлен, дивизии пополнены. Вражские дивизии абсолютно истощены. Что означает, что мы скоро можем начать готовить наше контрнаступление. Которое в этот раз, я надеюсь, не будет останавливаться. И смотрите-ка, что это тут такое. Окиноварь. Ага, нелегитимным верховным. Наш враг рушится изнутри. Что-то там у них происходит плохое, что меня радует. Хотя, ну не территория какие-то передали или нет. В любом случае, пока что нас все устраивает. Кроме чертовых танков в гиппогрифе. Это просто ад. Ну и что, я думаю, модифицируем наши дивизии вот таким вот образом. Все-таки берем всех храбрецов. Просто ради дополнительных статов вне ширины фронта. И нам будет не хватать только артиллерии, которую мы вот сюда вот добавили. Так что ждем, пока у нас пополнится артиллерия. Я на нее выделил аж целых два военно-завода. Это две трети наших военно-заводов, как говорится. Я думаю, эффект от этого будет. Нужно только пополниться, и мы будем готовы. Кстати, очередная атака, очередной провал атаки. Прелесть. Голос конкорда в атаку. Плюс прорыв, это хорошо. Мы почти полностью готовы к наступлению. Но как же у нас экономика умирает сейчас? И на самом деле, как мы сильно отстаем от нормальных стран, которые в это время улучшаются? Но с другой стороны, вокруг нас ничего и нету, что нас может убить. И смотрите, боеспособность просто. Дивизии вражеские исчезают. Это абсолютно прелестно. Особенно меня радует танк. Здесь все еще стоит. Нужно его окружить и уничтожить, я считаю. И здесь. Давайте начнем с этого танка, пожалуй. И сейчас сюда силы будем стягивать. И как-то работать, начинать вот здесь вот. Сможем, если мы его окружить, что не так сложно в теории. На практике сложно. И окружен, даже танк убрет без топлива. Потому что танки без топлива абсолютно бесполезны. Статы улучшаются просто безумно. И да. Давайте сразу чуть-чуть сюда отправим. Чуть-чуть. В идеале сюда, поблокировать. Но мы успеваем пройти. И наш маневр как будто уже успешен. Но нужно еще окружить танк. Танк все еще... Он сюда вот атакует. Да. Прекрасно. Это очень хорошо, потому что он не пытается вступить. И вот здесь вот я увидел только что один танк. Еще один, который вступил. То есть у них там 30 дивизий. Я правильно понимаю? Я могу видеть сколько. Но я так понял, у них вообще три танка тут. Раз. Два. Три. Подождите. Я видел здесь четвертый. У них четыре танка здесь? Да. Что за просто абсолютная несчастность. Кстати говоря, насчет несчастности. Будет неловко, если мы их сейчас сможем вот так окружить. Это очень рискованно. Но шансы есть. И по ощущению, они все-таки успеют выбраться. А значит мне нужно прекратить эти наступления и все-таки добить вот здесь. Нет. Не получилось ни один танк окружить. Но мы зато хотя бы отбили территорию. Ну что, товарищи, я думаю наступление, контр наше наступление мы оставим на следующую серию. Враг истощен. Мы на самом деле тоже. Сил у нас мало. Но все дивизии у нас готовы. Все дивизии у нас обучены, снаряжены. Мы готовы наступать. Так что с вами был Добрий. Обязательно, ребят, подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твилизи, скоросты. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok